Теперь все готово для того, чтобы определить переменные. Переменные F7++ определяются следующим образом. Сначала указывается тип переменной, потом ее имя и дальше инициализирующее значение. Соответственно, в данной строчке создается переменная типа int с именем i и значением 10. Аналогично можно создать переменную другого типа, например, типа short с именем j, который хранит значение 20. Заметим, что если в первой строчке у меня тип переменной int совпадал с типом литерала, то в второй строчке это не так. Тем не менее, данная строка корректна с точки зрения C++, потому что здесь предойдет преобразование встроенного типа. Число 20 из числа типа int преобразуется в тип short. Если так случится, что число, которое написано справа, больше, чем максимальное представимое в числе типа short число, то это число каким-то образом преобразуется. На практике лучше избегать таких случаев, потому что это преобразование может быть не специфицировано. В третьей строчке определяется переменная типа bool, логическое значение, которое хранит значение false. В четвертой строчке мы видим переменную беззнакового типа unsigned long. Опять же, здесь справа находится значение типа int, то есть это число со знаком и число типа int. И при присваивании оно преобразуется к беззнаковому числу типа long. Скорее всего, данное число в типе long представимое, здесь никакого преобразования не произойдет. В данной строчке мы определяем сразу же две переменные вещественного типа, типа double, x со значением 13,5 и y со значением 3,14,15. Такой синтаксис я буду иногда использовать на слайдах для экономии места, но в действительности в реальных проектах его не очень удобно использовать по той причине, что очень часто редактирование кода идет по строчкам. Поэтому лучше каждую переменную определять в своей строчке. В последней строке нашего примера определяется переменная типа float. float. Это вещественная значная переменная одинарной точности. И, как вы видите, здесь я не присваиваю значение. В действительности это нормально с точки зрения синтаксиса. Это все скомпилируется и будет отлично работать. Но на практике это очень плохой тон. По той причине, что никто не знает, какое значение будет у этой переменной до того момента, как ей что-то присвоить. Если кто-то случайно попытается обратиться к этой переменной, то там может оказаться любое значение. Что может привести к непонятной работе программы, как к возглаванию ошибок, достаточно сложно отлаживаемых. Поэтому так писать не стоит. Всегда нужно инициализировать переменную при объявлении. Если не знаете чем, то всегда можно проинициализировать нерву. Тип void. Это особенный тип. Переменной типа void создать нельзя. Можно только указывать этот тип в тех местах, где какой-то тип подразумевается. Например, возвращаемое значение функции.